Вас приветствует Элизабет Амбели, и да, я покрасила волосы в другой цвет волос. Проверка студийной аппаратуры. Раз-раз-раз, яйца трес. Зелёный цвет для тех, кто впервые на моём канале. У меня до этого были розовые волосы. Но видос у нас не про это. Многие меня в комментариях спрашивали, годка я, эмма я, альтушка ли я. Но есть такой нюанс. Я ни к одной субкультуре себя не отношу, и я просто имею свой собственный стиль. А сегодня в этом видео я буду впервые перевоплощаться в эмма. Примерю на себя этот образ. И, конечно же, база и основа образа эмма – это волосы с начёсом, где большая часть волос, например, будет вот тут находиться, а здесь совсем мало волос. Так что давайте я помою голову и вернусь к вам по щелчку пальцев. Если у меня сейчас получится правильно сделать волосы, как у трушной эммочки, то вы, конечно, повторяете за мной все мои действия, которые сейчас будут дали на экране. Если у меня не получится, то не повторяйте, пожалуйста, за мной и не судите меня строго. Так, где мой фен? Просьба не пугаться, что я делаю со своими волосами, но я прошу не повторять за мной, потому что я помню, меня многие знакомые спрашивали и подходили. Лиза, как ты так волосы вытираешь? Тебе что, не больно? Всё-таки надо было тогда подстричь немножко кончики. Да, вы не поверите, вы сейчас просто офигеете. Я решила отращивать волосы. Моя любимая парикмахерша, которая уже для меня и как моя мама, и как моя тётя, и как моя подруга, она мне сказала, можем в этот раз кончики не стричь, но когда ты снова ко мне через полгода придёшь, обязательно кончики подстрижём, чтобы мои волосы чувствовали себя хорошо. Но что-то они в этот момент вообще перестали меня слушаться, еле-еле расчесывались, просто кошмар какой-то был. Мне кажется, это всё-таки из-за того, что я их крашу и осветляю. И я думаю, этот фактор тоже важен. Но я думаю, что эта причина не особо серьёзная, потому что в парикмахерскую я хожу раз в полугода, и у меня не уйдут мёртвые волосы. Осуждаю. Такое на Ютубе нельзя говорить. Короче, не задался у меня начёс, как вы уже поняли. Я считаю, чтобы делать такие зачёсы, во-первых, нужен лак для волос, чтобы это всё держалось, а во-вторых, конечно же, подлиннее волосы, потому что они у меня даже, ну, до плеч не доходят. Думаю, макияж и шмотки нас что правильно не подведут. Да, у меня просто имбовейшее зеркало. Для начала я наношу тональник от фирмы Ди Вейдж на веки, снизу и сверху, и на губы. В будущем узнаете, почему я так поступлю. Консилер я наношу на губы над глазами и под глазами для того, чтобы лучше ложились тени. Это такой первый лайфхак, если вы не знали. Второй лайфхак. Я узнала, что можно тени для век использовать на губы, но до этого нужно нанести либо тональник, либо консилер. И я решила, таким образом, что правильно, поэкспериментировать. Давайте с вами поговорим про макияж глаз у эмочек. Нужно подчеркнуть реснички. К сожалению, моя тушь в очень неподходящий момент пришла в непригодность, поэтому я не буду красить ресницы. Но вы обязательно крастьте, потому что эффект так будет намного лучше. Можно делать любые стрелочки, и такие лисьи, и на уровне глаза. Сейчас я вставлю хороший туториал, как можно подкрасить глаза без стрелочек. Нашла на пинтерсе. Кто не любит себе стрелки делать, правда, очень хороший макияж, очень круто и очень легко. Если вам интересны расклады Таро и значения карт Таро, то переходите и подписывайтесь на мой второй канал. Ссылки в описании и в комментах. У меня сейчас такой, случился закон подлости. Именно тогда, когда мне надо снимать видео, лето мне сказала, пока-пока, до свидания. Будет сегодня пасмурно и дожди. Поэтому ничего, если мы тут потусуемся, я думаю, здесь тоже нормально. И тут, кстати, выходит прикольный шорс, который, я думаю, уже есть на моем канале. Так что переходите и смотрите. Итак, консилером я прошлась по глазам. А теперь давайте по губам. Первый вариант, который вы можете сделать, это прям такой будет вайп, да, вот этого 2007-го. Это просто, да, на губы нанести консилер и так оставить. Вообще вы прям вылезете из того времени. Еще можно любой блеск для губ, если у вас остался блеск для губ того времени. Помните. Просто я как-то помню в детстве, да, вот эти блески для губ, они как-то выглядели и были намного ярче. И кто-то даже обсуждал эту тему. Ну, прикиньте, да, какой это будет вайп. Любая розовая помада. Также можно помаду коричневых оттенков, но не сильно ярко-коричневых оттенков, а более таких телесных оттенков, более таких теплых, приглушенных. Вы меня поняли. Но, к сожалению, не черная помада. Почему? Ну, потому что, по моему видению, это сразу готы, мне кажется. Эх, жалко, что нельзя черную помаду. Я ее так люблю. Но ничего, сейчас что-нибудь придумаем с губами. Я буду рисовать очень жирный черный контур и снизу подкрашивать глаза, и, соответственно, сверху подкрашивать глаза. И только потом я буду формировать стрелочки. Да, сейчас будет довольно странноватый ракурс, но мы будем говорить немножко не про макияж, но, пожалуйста, не проматывайте этот момент, потому что к вам будет очень серьезный разговор. Просьба не пугаться, ничего страшного не случилось. Но, пожалуйста, послушайте. Это для меня, как маленького блогера, очень важно, и очень важно услышать ваше мнение. Я примерно пришла уже к одному формату. То есть, когда я, например, снимала вот это видео, перевоплощаясь в эмочку с 2007-го, я не знала, в каких форматах я буду снимать. Я больше года не могла определиться, все-таки в какую сферу я буду снимать, про что будет мой канал, чтобы больше вокруг себя собрать единомышленников. Далее мы продолжим говорить про мой канал, но хочу обратиться к экрану и прокомментировать свои действия. Я переместилась в ванную, потому что стрелки я могу рисовать только тогда, когда я очень близко и в упор смотрю в зеркало. Стрелочки я решила сделать лисьей, потому что я считаю это больше по канону в стиле эмо. Возвращаясь к предыдущей теме. В будущем вы поймете, какие темы и про что будет мой канал. Мне тоже будет очень важно и очень приятно и очень значимо услышать ваше мнение внизу в комментариях, какие вы хотите видосы видеть на моем канале. Я вам буду очень благодарна. Например, Лиза, снимай про похудение. Лиза, снимай больше про макияжи. Или Лиза, снимай обзор на паблик ВК, когда уже выйдет. Или пишите, Лиза, когда ты уже выпустишь интересные факты о дельфинах. А то я в своем телеграм-канале, кто не подписан, все ссылки опять же в описании и в комментах, тоже упоминала о том, что хочу попробовать с другой формат и снять видос, например, интересные факты о дельфинах. Может быть, вы хотите такой видос увидеть от меня? Пишите смело об этом. Нину, тут однозначно лайк за старание, потому что я окрашу тени сверху, без зеркала, просто на фронтальную камеру. Мне было очень страшно. Так что, правда, лайк, подписка за мою смелость. Почему я минуту ранее вообще решила с вами обсудить и формат моего канала, моих видосов? Все потому, что предыдущие два видео хорошо показали себя. Это пробуют тренировки Хлои Тинк, обзор на паблик ВК. Это люди, которые против абордажа. Если не видели эти видосы, обязательно посмотрите. Они очень крутые, очень интересные. А где я пробую тренировки, я там вообще похудела, талию свою уменьшила. Так что, let's go потом туда? Предыдущий видеовлог, очень мотивационный видос получился. Много прикольной музыки и готовки, и что я ем за день, и спорт. Короче, куча мотивации. Мне, если честно, уже очень нравится промежуточный результат. Но нужно как-то накрасить губы. Помню, как у меня много людей писало, сменить стиль макияжа. Мне не идет такой макияж. Сейчас прикреплю фотографии, что эти люди имели в виду. И это к чему? Решила ради эксперимента попробовать на себе розовую помаду. Предыдущий опыт был довольно травматичный, когда я попробовала на себе розовую помаду. Это, конечно же, всеми любимый выпускной. Но попытка не пытка. Почему бы еще раз не испытать удачу, собственно говоря? Сейчас вы увидите в дальнейшем, насколько сильно мне не идет этот розовый оттенок. У меня, конечно, потом появилась мысля, что надо это было попробовать, когда у меня были розовые волосы. Но уже поздно. Да? Что-либо менять. Во времени я не перемещаюсь, так что пофиг. Вообще это смешно, когда говорят или пишут, предъявляют что-то за макияж, за цвет волос. В 21 веке это такой кринж. Вообще это правда кринж. Норме судите, пожалуйста, вон с моего канала. Я правда не понимаю, что вы здесь делаете. Или вы всем так пишете по поводу макияжа и цвета волос. Мне еще недавно написали, когда я планирую перекрасить волосы, в какой цвет? Я такая, скоро в зеленый, в 21.00, на телеканале СТС. Девчонки, я не понимаю, честно, что на мне за оттенок. Просто взяла из палетки теней. Но вроде бы на губах ложится очень прикольно. Сейчас вы в конце результат увидите. Мне очень понравилось. Знаете, как будто бы ничего не изменилось, но губы стали ровнее, более гладкими. Собственно, то, что я и хотела. Мне еще потом смешит, как мне потом в комментах пишут, ты же типа взрослая, тебе же типа 19. Да, так и пишут. Чего ты на комменты реагируешь? Ты должна быть выше этого. Смешно потом. У меня нет денег на рекламу моего ютуб-канала, поэтому я всеми любыми способами продвигаю мой канал. А чтобы я такими способами не промышляла, действуйте, потому что многое тоже зависит от вас. Вот такой макияжик наконец-то у меня получился. А теперь давайте приступать к луку. Ну и в конце, соответственно, я расчешусь. Начну я, конечно, как они правильно называются, манжетики, миньетки. Напишите, пожалуйста, внизу в комментариях. Если по-русски, это повязки на наши маленькие ручки. Я, кстати, думала, что сниматься в шторке потом выйдет очень кринжовый результат. Но знаете, я как будто украшаю эту белую штору. Я для вас весь день подбирала образ, перебирала весь гардероб. Так что, оцените мои старания. Кто не видел видос, пробую йогурт, это что такое, бегом смотреть? Почему никто не смотрит? Я так старалась над этим видео. Вот такая получилась эммочка. Напишите, пожалуйста, в комментариях, я хоть немного на эмо похожа. Мне кажется, на 60% сходство точно есть. Я сейчас еще фотографии прикреплю, которые я сделала в этот же день. Вообще, очень крутые получились. Я вас очень люблю. Хорошего вам дня. Кто подпишется на мой канал, тот всегда будет богатым и счастливым. Найдет себе папика. Всего хорошего дня. До скорой встречи, моя любовь к тебе.